Доблесть, отвага и мужество В стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил Желаю оставаться сильными именно в достижении своих идей, своих планов Как жители встретили праздник? Нет догавочки, в республике продолжается досрочное голосование Вносим свой голос в будущее не только наше, но и наших детей Какой Беларусь будет завтра? Черный пояс, Бобруйск посетил мастер спорта СССР А для нас, для нашей страны важна прекрасная молодежь Что продемонстрировали юные каратисты А также транспортный коллапс, новое оборудование и пилотный проект В Могилевской области начали фиксировать среднюю скорость движения, где уже работают датчики Президент в преддверии Дня защитников Отечества обратился к белорусским военным и всем, кто хочет жить в мире Глава государства наградил военнослужащих, которые отлично себя показали при выполнении миротворческой миссии в Казахстане Белорусский лидер также прямо и откровенно говорил о геополитике и о том, что сегодня заставляет быть начеку Кроме того, Александр Лукашенко обратился к руководству Украины с одной лишь просьбой Остановиться пока не поздно С этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться после встреч с президентом России К украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту Давайте сделаем так, мы славяне, чтобы мы всегда жили в мире и согласии Все проходит, не только противостояние, конфликты, но и самые страшные войны Все проходит, забывается Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов Поэтому еще раз предлагаю остановитесь Обращение президента к украинцам оказалось в трендах русскоязычного сегмента YouTube Беларусь всегда предлагает мир Это неизменная позиция нашей страны Александр Лукашенко подчеркнул Славянские народы должны жить в согласии В продолжении темы Республика отмечает День защитников Отечества и Вооруженных сил Для белорусов это дань памяти людям, охранявшим и оберегающим мир и покой родной земли В обручании уже по традиции в этот праздник несут цветы к памятникам, мемориалам и братским могилам 23 февраля на постсоветском пространстве День защитников Отечества Торжество сплоченности, символ мужества и чести военных, которые стоят на страже свободы и независимости Беларуси В год исторической памяти эта дата наполняется еще большим смыслом По всей республике к обелискам возлагают живые цветы К памятнику танку на могиле генерала Бахарова благодарные потомки несут венки и алые гвоздики Поздравление принимает и сильная половина человечества Дорогие наши мужчины, дорогие защитники, на вас строится все Вы наша защита, наша опора Поэтому искренне от всей души хочется поздравить вас с этим замечательным днем Спасибо вам за то, что вы есть Здоровья вам, удачи Берегите своих женщин И всего вам самого-самого хорошего С праздником! Дорогие мужчины, уважаемые наши защитники Отечества, наши защитники Я желаю вам крепкого здоровья Чтобы женщина всегда была вашим тылом, вашей опорой Чтобы всегда в доме был уют Чтобы вы были здоровы, счастливы Всего вам самого лучшего! На территории крепости тоже многолюдно У братской могилы советских военнопленных, где покоится 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат Руководство города, представители трудовых коллективов и молодежь В святом для каждого бобручани на месте не звучат громкие слова Наследники подвига белорусского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной Я с большой радостью поздравляю и желаю оставаться настоящими защитниками своей родины, своего дома, своей семьи Желаю оставаться сильными именно в достижении своих идей, своих планов Быть упорными, достойными того высокого звания защитник Самых отважных и смелых поздравляют и на предприятиях На Бобруско-Громаше, прямо на проходной, мужчин встречает казачий ансамбль «Вольница» Здесь же мини-фотогалерея из снимков тех, кто служил Каждому в подарок сувенир и, конечно, улыбки милых дам Сегодня мы отмечаем 23 февраля, поздравляем наших мужчин, так как у нас их преобладающее большинство на предприятии Желать на сегодняшний день самое актуальное – это, наверное, здоровье, семейного благополучия, финансового благополучия, ну и стабильности в стране Сегодня вооруженные силы Беларуси – профессиональная, прекрасно оснащенная мобильная армия Способная защитить целостность и независимость государства Воины свято хранят и приумножают традиции старших поколений и совершенствуют мастерство Боеготовность на особой высоте Ее продемонстрировали недавние белорусско-российские учения «Союзная решимость» Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360 Километровые очереди дней достоверной информации и необходимая поддержка В Беларуси в прошлом году на финансирование здравоохранения выделили свыше 8 миллиардов рублей, на что направили средства Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре На границе Беларуси и ЕС снова растут длинные очереди из грузовиков На данный момент в пунктах пропуска стоят свыше 4700 фур Самое загруженное – литовское направление, там скопилось около 2000 авто Далее идет польское и латвийское В Беларуси в прошлом году на финансирование здравоохранения было выделено более 8 миллиардов рублей Эти средства потрачены в том числе на переоснащение медучреждений На обеспечение необходимым оборудованием поликлиник и больниц направлено 730 миллионов рублей Министерство антимонопольного регулирования и торговли запретило продажу эко-яиц Продукция была проверена из-за поступивших в март обращений граждан, которые усомнились в экологичности товара Документы, подтверждающие этот факт, производитель предоставить так и не смог В Могилевской области начали фиксировать среднюю скорость движения Пилотный проект системы контроля запустили в Чаусах В скором времени такие камеры появятся и в других населенных пунктах За превышение на 10-20 км в час грозит штраф до 30 рублей, на 40 и более до 360 В стране в четверг прогнозируется гололедица Местами ожидаются мокрый снег, дождь, туман и гололед Ветер неустойчивый, слабый, порывы до 12 метров в секунду Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 Днем будет 3,9 градусов тепла Все остальное подождет В Беларуси продолжается досрочное голосование По данным ЦИК, в первый день, 22 февраля, явка достигла 6,19% В Могилевской области цифра составила 5,08% Тему продолжит Ольга Васинда В стране продолжается досрочное голосование В первый день, по данным ЦИК, явка достигла 6,19% В Могилевской области цифра составила 5,08% В Бобруйске, напомнимо, работает 99 участков В первые дни голосования на участке видна активность граждан Приходит с самого начала работы участка, прямо с самого открытия Атмосфера на участке доброжелательная, спокойная, никаких происшествий не было Законодательство соблюдается Для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, достаточно взять с собой паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение или права Сам процесс голосования занимает всего пару минут Чтобы узнать, где отдать свой голос, можно воспользоваться мобильным приложением «Твой участок» Нужно выбрать регион и указать место регистрации Данные сразу появятся на экране На участках создана безбарьерная среда Для слабовидящих и незрячих подготовлены специальные трафареты и лупы, оборудованные и пандусы Предусмотрена кабинка для голосования людей-инвалидов, где она более широкого формата И можно в ней разместить соседей За мир, развитие социальной сферы и поддержку истинных ценностей белорусской нации Голосуют и на 87-м участке В списках 1712 человек Для 79-ти этот всенародный опрос первый С 18 лет все-таки достигается тот возраст, когда можно как-то повлиять на будущее страны И решить, как дальше будут жить наши дети, по каким законам они будут жить Сделать свой выбор заранее бобручане могут с 10 утра до 7 вечера Перерыв с 14 до 16 Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно В основной день 27 числа Граждан ждут с 8 до 20 часов Вносим свой голос в будущее не только наше, но и наших детей Ведь этот референдум и эти поправки Это уже залог Новой жизни Новой стабильности Новой крепкости Нашего государства Поэтому они очень важны Референдум в Беларуси стал закономерным продолжением Народного обсуждения изменений и дополнений В Конституцию В новой редакции закладываются фундаментальные основы Развития государства и общества Ольга Васенда, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Бобруйск, 360 Еще ближе к Бобручанам В авиагородке открывается новый магазин низких цен В четверг в 15.00 маяк на Ковзана 62 распахнет свои двери для покупателей Он уже пятый в городе Здесь представлено больше полутора тысячи товаров Особенно удобно закупаться оптом Многие продукты выставлены на поддонах и палетах Доступные цены привлекают не только обычных покупателей, но и владельцев небольших магазинов Наш магазин маяк работает в формате жесткого дискантера Что значит изначально у нас намного снижены цены Мы позаботились о том, чтобы каждый покупатель смог найти у нас нужный для себя товар Торговая площадь магазина 536 квадратных метров У нас вы найдете как продовольственные, так и непродовольственные товары Для удобства наших покупателей возле магазина организована большая парковка Время работы ежедневно с 9 утра до 10 вечера Посетить магазины сети можно и в других частях города На улице Максима Горик 8А, Гоголя 189, Минской 135 и Чингарского 44А Маяк приглашает сотрудничество и арендодателей Подробнее на сайте маяк.бел Тяжело в учении, легко в бою В Центре досуга и творчества прошел семинар В гостях ветеран белорусского карате Леонид Лущик Мастер спорта СССР поделился знаниями, которые получил за время своей карьеры В частности, ребята отработали технику защиты и нападения Я в этом Доме культуры был 15 лет тому назад Молодежь растет, высшее качество карате А для нас, для нашей страны важна прекрасная молодежь В Центре досуга и творчества уже больше 25 лет существует клуб «Лотос» Он собрал под свои знамена любителей японского единоборства Отсюда вышли десятки чемпионов Беларуси и призеров различных международных турниров Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Редактор субтитров А.Семкин